Переходим далее к следующей нашей теме. Будем говорить про Давос, про ключевые сообщения для мира, которые там прозвучали. С нами на связи народный депутат Украины, фракция «Слога народа» Евгения Кравчук. Евгения, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Евгения, давайте подытожим. От вас очень интересно услышать оперативную информацию по поводу, можно сказать, итогов выступления украинских представителей президента Украины Андрея Ермака. В целом, какие важные месседжи от мира для Украины и от Украины для мира звучали? Расскажите, пожалуйста. Ну, конечно, очень большое внимание было во время выступления президента Зеленского. Абсолютно полный зал главного холла, как и из холла Давоса. И очень правильно, что президент, как и всегда, был, как говорится, straight forward. Очень прямо озвучивал месседжи и началось. Из-за того, что либо мы остановим силу, которую Россия применяет, либо мы можем вообще не собираться на такие площадки, как Международный экономический форум, потому что мы здесь рассказываем про либеральную экономику, про демократию, как она должна развиваться, как страна должна развиваться. А у нас просто в центре Европы война, которую мир не видел со временем Второй мировой войны. И очень важно, что это не только наши месседжи, вот такие вот сильные. И там, я президент сказал, что мы не будем идти на какие-то уступки, мы будем воевать, и нам нужна помощь в оружии, в деньгах и в санкциях на Россию. Эти же месседжи только что, буквально час назад, озвучил президент Польши Анджей Дуда, наш очень большой друг и партнер. И это прозвучало вот очень так четко, что он сказал, что я слышу от западных стран на какие-то заявления, что нужно искать компромиссы. Нет, Украина будет бороться до конца, до победы, и никакое там давление со стороны друзей Путина в европейских странах не пройдет. Также очень такие вот сильные месседжи звучали и от американских сенаторов, и представителей Хасу Брэпседжиус на Давосе. Самая большая делегация американских представителей Конгресса, ну, наверное, за все время. И они четко сказали, что они сюда приехали говорить об Украине, о том, что нужно спасать вот этот вот мировой порядок. И как раз Америка продолжит иметь лидирующую в этом роль. И только сенаторы прилетели после голосования за 40 миллиардов долларов. Это даже для Америки очень большие деньги помощи для Украины и военной, и финансовой. Владимир Зеленский назвал украинское сопротивление сейчас историческим прецедентом смелости. Глава государства призвал, конечно, вновь цивилизованные страны мира к скорейшей реакции на действия РФ в Украине. Давайте услышим и далее обсудим. Любое реагирование на массовый голод является запоздалым уже по определению. Голод следует останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств, экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Мотивация у нас простая. Какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации, безусловно, необходимой. Человек, чью фамилию до сих пор хорошо помнит, Джордж Маршалл, сказал еще в 1947 году такие слова. «Наша политика направлена не против какой-то страны или доктрины, а против голода, бедности, отчаяния и хаоса. Ее целью должно быть возрождение в мире экономики, которое работает, чтобы способствовать появлению политических и социальных условий, в которых могут существовать свободные институции». Эти слова актуальны и сегодня. Мои предложения направлены также против голода, бедности, отчаяния и хаоса. И, конечно же, против войны, развязанной Россией и несущей за собой ничто иное, как голод, бедность, отчаяние и хаос. Многим в мире, не только нам. Давайте подробнее, наверное, остановимся сейчас на вопросе о голоде. Владимир Зеленский сказал, что простого решения нет, но, тем не менее, есть выход. Я акцентировал внимание на том, что весь мир должен приложить некоторые усилия для того, чтобы не допустить голода. Как вы считаете, этот спич активизирует необходимые процессы? Ну, понятно, что это длительная дорога, но предложение на столе, как говорится. И есть два варианта. Либо коридор, который, например, страны ООН делают, чтобы корабли смогли выходить из украинских фронтов. Либо, опять же, мы возвращаемся к вопросу оружия, чтобы у Украины было достаточно оружия, которое может защитить наше море и фактически выдавить корабли Российской Федерации из наших портов и вообще из моря. Но есть еще вопрос разминирования, потому что россияне еще и заминировали, в случае Черного моря, очень сильно. Но вот food crisis, кризис продовольствия, абсолютно на каждой второй панели звучит, и мир понимает эти угрозы. Тут главное, чтобы не пошли по пути наименьшего сопротивления, потому что россияне хотят довести ситуацию до критической и сказать, ну, давайте снимайте санкции, мы там либо вам будем свое зерно продавать, либо там по чуть-чуть будем разблокировать, но вы сначала снимайте санкции. Этого нельзя допустить, потому что это вот, ну, очень, опять, там, плохая дорога, умиротворение агрессора, а не решение самой проблемы. И также Владимир Зеленский говорил о том, что зло может действительно себя вести, ну, просто невероятным образом, если ему не сопротивляться. И он акцентировал внимание на то, что мы должны, скажем, не реагировать на уже случившееся, а предпринимать превентивные меры. Вот о какой превентивности на данном этапе событий Украины идет речь? Ну, превентивные меры, это нужно было год назад, принимать санкции, которые бы не дали возможность России накопить деньги, чтобы вести эту войну, и ослабить Россию настолько экономически, чтобы это было слишком дорого, вести войну. Потому что намного проще России платить своим тут адвокатам, внутри, там, друзьям, да, Путина, через пропаганду, через информационные войны влиять, чем, ну, собственно, там, воевать. И сейчас мы видим, что пытаются россияне зайти через другие страны, значит, чтобы, там, нас клонить к переговорам не на украинских условиях. Поэтому даже сейчас еще не поздно принять настоящие санкции. И президент об этом говорил, что должно быть полная эмбарго на нефть и на газ. То есть все пути получения денег в Россию. С нефтью чуть проще, это можно сделать быстрее, с газом. Но, к сожалению, многие страны добровольно пошли просто в кабалу, в рабство и в зависимость от Российской Федерации. И сейчас, ну, они пытаются, там, поменять свои эти поставки, но это более длительный процесс. Еще один вариант, который мы предлагаем, чтобы деньги, которые идут на оплату газа, уходили на специальный счет. И когда, вот, Россия, ну, не будет страной-тиранистом и конкуресером, тогда они смогут эти деньги использовать. Ну, Евгения, как раз имеем возможность сейчас услышать, что сказал президент Зеленский касательно того, что мир должен сейчас объединиться и реагировать вместе на действия Российской Федерации. Давайте услышим и вернемся к обсуждению. И именно в этом году слова «Поворотный момент» являются не просто риторической фигурой. Сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли в мире править грубая сила. Если будет править, то наши мысли ей неинтересны. И в Довосе мы можем больше не собираться. Для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме покорения тех, кого хочет покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, прямо в это время, когда мы с вами общаемся. Сейчас мы видим, что мир прислушивается и поверил Украине. Но также у мира есть определенные ожидания насчет того, как разрешится эта ситуация. Какие инструменты сработают? Что мы сможем создать нового, чтобы не допускать подобных агрессий? И как остановить грубую силу, которая бросила вызов всему, что мы с вами действительно ценим? Вот что значит поворотный момент. Дамы и господа, не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения России специального оружия, химического, биологического и, не дай бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире. Ну и вот уже три месяца сегодня ровно как Российская Федерация атакует ежедневно Украину, пытается максимально ее захватить, обстрелять, убить, уничтожить. И президент Зеленский по факту, как и в первый день войны говорил, так и сейчас продолжает говорить, что объединитесь, объединитесь и еще раз объединитесь. Евгения, по вашему мнению, что мешает вот этому единому объединению Европы и всего цивилизованного мира против российской агрессии? Ну, во-первых, все-таки нельзя сказать, что они объединены, потому что мы уже видим и действия со стороны Европейского Союза, и санкции первые, которые там, ну, действительно, давайте будем откровенны. Таких санкций мы даже не могли представить, даже те, которые есть еще там в начале февраля. Да, это поздно, да, это уже там, ну, как последний вагон впрыгиваем, но это также есть, и мы также видим, ну, это нам не нравится, конечно, что есть подлинные стандарты в НАТО. Ну, вот было выступление финского министра закордонных справ, и он очень четко сказал, да, ну, вот, если бы не война в России, то Россия против Украины, мы бы там еще были, думали, а так вот мы и Швеция вступаем в НАТО, и это противоположно от того, чего ожидал путь. Понятно, что мы бы также хотели быть членом НАТО, но, видите, нужно рассчитывать в первую очередь на свои силы. А вообще вот по главному месседжу президента, я очень его поддерживаю, нужно просто привыкать к мысли, что Россия проиграет, и не будет там уже российских студий, ковер-дипломаси, там, каких-то, значит, загадочная русская душа. Нет, ну, это все, это нужно забыть, это было до, там, в прошлом мире. И, знаете, я еще привожу очень простой там, это архетип, конечно, да, из сказки, что вот во многих просто сказках мира есть там дракон, который там убивает девушек, там, и все ему, жители деревни боятся его, дают ему больше и больше и больше, и вот, наконец-то, приходит какой-то герой, и первый говорит, нет, мы будем убивать дракона. Так вот, Украина будет убивать дракона. Также Владимир Зеленский, очень интересное сравнение, да, на самом деле, с драконом, Владимир Зеленский уже в который раз заговорил о своей идее, чтобы над восстановлением, Евгения, вы все еще с нами, оборвалась связь. Я, извиняюсь, должна перейти на другое включение. Евгения, хорошо, слышали вас, продолжим обсуждение этой темы еще несколько позже в нашем эфире. Спасибо за то, что вы присоединились и вы сказали свое мнение. Мне, Кравчук, напомню, очень оперативно и благодарность за это включается в наши эфиры. Оперативно всегда делится информацией, в том числе и сейчас в Давосе, что происходит там, какие ключевые месседжи про Украину, про мир звучат, и как, конечно же, это все касается непосредственно Украины и прекращения огня, точнее, единения Европейского Союза, всего цивилизованного мира против российской агрессии. Я все-таки хотела бы закончить мысль, потому что очень интересная идея о том, чтобы шефство над восстановлением отдельного региона в Украине брала отдельная страна или какой-то город, или какая-то компания-партнер. Действительно, я думаю, мы это еще обязательно будем обсуждать в наших эфирах. А сейчас материал от наших коллег, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская будут ключевыми спикерами Украинского дома в Давосе. Давайте посмотрим подробнее. Сапа должен учесть ошибку и задействовать максимально жесткие меры против агрессора. Об этом в своем выступлении в видеоформате призвал мировых лидеров президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина ждет полного эмбарго на российскую нефть, полного блокирования всех российских банков, отказа от российского IT-сектора и прекращения торговли с агрессором. Общая тема Давоса в текущем году – история в поворотный момент, правительственные политики и бизнес-стратегии. Именно в этом году слова «поворотный момент» являются не просто риторической фигурой. Сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли в мире править грубая сила. Если будет править, то наши мысли ей неинтересны. И в Давосе мы можем больше не собираться. Для чего? Президент напомнил о разрушениях в украинских городах и заблокированном Россией судоходстве в Черном море. Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество пропустит. Будет выглядеть как большая коллекция военных преступлений. В Давосе украинская делегация примет участие в ряде мероприятий и дискуссиях форума. А президент и первая леди станут спикерами Украинского дома в Давосе во время ежегодного Всемирного экономического форума. Само выступление проведут в виртуальном формате из Украины. Елена Михайловская, специально для информационного марафона «Фридом», телеканал «Аюэй». Так, ну что ж, и продолжаем далее нашу тему. Хочу акцентировать внимание, что также очень большое внимание и в Давосе, в том числе, от президента Украины, от первой леди было, и внимание было обращено на те российские зверства, которые происходят сейчас, и которые Российская Федерация производит на территории Украины. В том числе, также, Анатолий Федорук, городской глава Буча во время открытия Russian World Crimes House в Давосе рассказал о зверствах российской армии в Украине, продолжил месседжи Владимира Зеленского. Давайте послушаем. Российская Федерация нарушила все каноны ведения войны и международные правила, потому что даже у войны есть правила. Они нарушили заповеди и библейские «не убей, не грабь, не насилуй». Они насиловали, убивали и грабили. Объясните мне, я ответа не могу найти. За что убивали мирных гражданских моего города, а других таких населенных пунктов по Украине? Это не вооруженные силы Украины, это мирные люди, пытавшиеся выжить, дойти до больницы, дойти до пункта гуманитарной помощи. Они их расстреливали. Именно по этой причине мы должны говорить при каждой возможности, чтобы остановить, остановить это сегодня и остановить на будущее. Также городской голова Бучи Анатолий Федорук призвал весь мир остановить насилие, которое творит российская армия на территории Украины. Он обратился к мировому сообществу во время открытия Russian World Crimes House в Давосе, где стартовал Всемирный экономический форум. Послушаем. Я задаю себе вопрос, почему? Почему так поступали? И вы, журналисты, задайте вопрос, почему? Почему, по вашему мнению? Потому что зло не наказано было в прошлом. За прошлые преступления российские агрессоры не почувствовали уголовной ответственности. Не было военного суда над ними, как был после Второй мировой войны над нацистами. Мы должны, как цивилизованный мир, демократический мир, остановить и осудить такие действия, которые имеют место, к большому сожалению, на территории моей страны, на территории моего города и других населенных пунктов. Украина защищает все ценности западного мира на выступлении Владимира Зеленского в Давосе. В нашем марафоне Freedom отреагировала Анна Малер, заместитель министра обороны. Услышим прямо сейчас. Определяющая роль, важная и главная роль президента Украины сейчас в борьбе со страной-агрессором, с Россией, абсолютно очевидна. И не зря Владимир Зеленский сегодня возглавляет мировой рейтинг влиятельных политиков. Это абсолютно так и есть. Потому что это не просто война с Российской Федерацией. Мы уже много раз говорили о том, что это война двух цивилизаций. И на сегодня мы фактически защищаем не только Украину, мы сегодня защищаем Европу. И мы защищаем сегодня западный мир и все ценности западного мира.